Мы с вами были в Сарагорбосонор, мы с вами были в Сарагорбосонор, мы с вами были в Сарагорбосонор. Мы с вами были в Сарагорбосонор. Так уже реагируют жители столичного жилмассива Арчабищик, которые несколько дней живут без воды. 7 июня около 40 жителей вышли на улицы и перекрыли дорогу. Таким образом, они хотели привлечь внимание властей к своей проблеме. И похоже, это им удалось. 8 июня эту проблему обсудили уже в парламенте. На заседании вице-мэр Бишкека Джиргалбек Шамралиев заявил, что для решения проблемы с водой нужно построить новые водозаборы. А для этого потребуется 500 миллионов сомов. В итоге мэрии Бишкека решили выделить 150 миллионов сомов на строительство водозабора на участке Башкарасу. По словам вице-мэра, новый водозабор из четырех скважин избавит жилмассив Арчабищик от дефицита воды. Проблема с подачей питьевой воды в Бишкеке обострилась с наступлением лета. Власти объясняют это увеличением потребления, ростом абонентов столицы, нерациональным использованием, а также низким уровнем воды в реках Аламидин и Аларча. По словам жителей жилмассивов, нехватка воды наблюдается при каждом наступлении лета. А в этом году, по их словам, ситуация ухудшилась. Они опасаются, что в знойный период лета будет еще хуже. Они только 37-й день ограничивают. Как-то несправедливо. На фоне нехватки воды в Бишкеке мэрия временно закрыла частные бани, автомойки и бассейны. которые расходуют большой объем воды. Муниципальные службы продолжают привозить питьевую воду на водовозов жилмассивы, а представители мэрии проводить рейды, проверяя, не поливают ли жители зеленые насаждения питьевой водой и рационально ли они ее используют. Также мэрия просит граждан экономить воду и обещает стабилизировать ситуацию с водой в течение месяца. Однако, пока проблема не решена, жители вынуждены жить в дискомфорте, покупая воду и привозя ее из районов, где она есть.